В Тверской области растет популярность эскроу-счетов. В рублевом отношении суммы, размещенные на них, исчисляются миллиардами. Таковы данные регионального управления Центрального банка России. Подробности в нашем следующем материале выпуска. На 4,4% выросли объемы денежных средств, размещенных на эскроу-счетах жителями Тверской области, желающими вложиться в новостройки. В денежном эквиваленте это более 7 миллиардов 100 миллионов рублей. Таковы данные за 9 месяцев текущего года регионального управления Центробанк, где отмечают выгодность такой схемы для простых граждан. Застройщик эти деньги получает только тогда, когда он сдаст по акту приема-передачи жилье этому гражданину, который купил жилье. Только тогда со счетов эскроу денежные средства будут перечислены застройщику. Таким образом, эти счета позволяют защитить от риска неполучения квартиры. По данным ЦБ, с января по сентябрь включительно в Тверской области более 2000 человек уже получили квартиры в завершенных объектах. Застройщикам со счетов эскроу перечислены 5,5 миллиардов рублей. За этот же период в 1,4 раза вырос общий объем действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками. На 1 октября коммерческие структуры предоставили строительным компаниям почти 18 миллиардов рублей на возведение жилья по 44 кредитным линиям. Что касается ипотеки, то такая схема также пользуется большой популярностью в Верхней Волжье. Жители нашей области за 9 месяцев получили порядка 22 миллиардов рублей и порядка 7 тысяч человек оформили вот такие вот кредиты. Средняя стоимость жилья получилась около 3,2 миллиона рублей. Среди причин довольно активного поведения граждан на рынке недвижимости в региональном управлении Центробанка называют снижение процентной ставки по ипотеке. Достаточно сказать, что если в 2021 она в Тверской области составляла 8,3 процента, то в нынешнем году снизилась до 7,9 процента.